Добрый вечер и как обычно по пятницам мы говорим о нашем городском хозяйстве. К сожалению, был у нас вынужденный небольшой перерыв, об этом уже много писали, много говорили. Я действительно был на больничном, действительно переболел ковидом и хочу сказать, что он таки существует. Поэтому испытано на себе, поэтому все вот эти меры предосторожности, тот карантин, который есть и который действительно надо соблюдать, потому что ничего хорошего в этом вирусе нет, действительно заболевание достаточно тяжелое. Вот, опять-таки, испытано на себе. Рекомендую всем носить маски, соблюдать санитарные нормы и, скажем так, социальную дистанцию, как это сейчас называется. Думайте о вашем здоровье, оно одно, его надо беречь. Вернемся к нашим рабочим моментам, которые не останавливались ни на минуту. Все то, что мы начали, все идет по графику. Даже в этот период больничного все равно держал эту руку на пульсе и сейчас есть уже о чем рассказать. В первую очередь хотелось бы сказать о тех новых введениях, о тех новых инициативах, которые мы начали в июле месяце. В июле месяце началась механическая уборка частного сектора, то, чего раньше не было в нашем городе. Что это значит? В частном секторе, сейчас в Киевском и в Мальмовском, это районе, согласно графику, ежедневно заезжает уборочная техника. Та, которая раньше работала по магистральным маршрутам только и по центру города. Это пылесосы, это дорожная техника уборочная и это поливоморочные машины. То есть мы заезжаем в частный сектор и ведем уборку дорог и пешеходных зон механическим способом, точно так же в частном секторе, как и в центре города. Помимо этого мы ведем активно уборку в частном секторе, в спальных районах и в остальных районах нашего города, согласно наших санитарных дней. То, о чем мы уже говорили, то, что работает, то, что работает системно и уже дает свои результаты. Я думаю, даже в пик этого туристического сезона многие заметили, что город достаточно в хорошем санитарном состоянии. От уборки улиц хотелось бы это перейти к нашей системности. Все те инициативы, которые мы начали в этом году, это как и ремонты в парадных, это и вывоз бытовых отходов, мы везде подходим системно и комплексно. То же самое, ту же самую модель мы используем и это по части наших одесских нудвориков. Действительно, выполнялись это ремонты, выполнялись реконструкции одесских нудвориков в центре города, но в спальных районах это делалось как-то точечно. То есть где-то менялась ливневка, где-то менялись какие-то коммуникации, где-то высаживались какие-то зеленые насаждения, но все это выжидело размыто, так как не было какого-то более-менее комплексного решения. Первый адрес, который мы закончили, который мы выполнили, это Королева 16, то есть сейчас этот меж-квартальный дворик выполнен, скажем так, от подземных коммуникаций до мусорных контейнеров, новых зеленых насаждений, детского майданчика и спортивного майданчика. Все это сделано системно, обдуманно, детально, все коммуникации ушли под землю, четко разделили зону парковки от зоны, где расположены детские майданчики, где расположено спортивное, баскетбольное поле и так далее. То есть теперь действительно этот дворик выглядит, как в наших новых элитных многоэтажках. Зачем я об этом так долго рассказывал? Точно такой же комплексный подход мы будем использовать и дальше. Если мы заходим во дворик менять какие-то коммуникации, то соответственно там будет заменено и освещение, будет заменено и дорожное покрытие, будут выделены зоны для отдыха, для спорта, парковки и естественно новые зеленые насаждения. Точно так, как мы это подошли на Королева-16. И в завершении сегодняшнего разговора хотелось бы сказать, что по спуску Маринесской и по улице Софийской восстановлено не только автомобильное надвижение, но и восстановлен маршрут трамвая. Пока это только один маршрут, маршрут это 12-й, который не работал несколько лет, но уже он восстановлен в полном объеме. А вторым этапом это будет запуск, это полноценный запуск маршрута с севера-юг, то о чем мы так долго говорили. И жители Суворовского района смогут это спокойно, без пересадки, добираться как до центра города, так и до Киевского района. И кстати, добираться они смогут не только на наших модернизированных вагонах Одиссей, Одиссей Макс, или на наших вагонах, это после капитального ремонта Татра, но и на новом подвижном составе, на который уже состоялся тендер, и мы ждем от ЕИБО результата этого тендера. Но уже сейчас можно говорить, что это будут однозначно новые многосекционные вагоны со 100% низким полом. На этом на сегодня, наверное, все. Надеюсь, что таких затяжных перерывов у нас уже не будет. Берегите ваше здоровье, так как всегда видимся через неделю. На все сообщения в Фейсбуке я по-прежнему отвечаю сам. До новых встреч!